Как снять арест с карты Сбербанка наложенной приставами? После массового введения в оборот среди населения пластиковых карт производство судебных решений для приставов существенно упростилось. Теперь они могут закрывать доступ ко всем счетам и карточкам пользователя после соответствующего определения суда. Арест карты с судебными приставами – возможные поводы для этого. На банковскую карту гражданина может быть наложена блокировка судебными исполнителями из-за образования задолженности по нескольким причинам. Наличие неоплаченных штрафов ГИБДД, неисполнение гражданином алиментных обязательств, просроченная задолженность по налогам, после проигранного судебного производства, накопившийся долг за предоставленные коммунальные услуги, накопление задолженности по кредиту. На карте Сбербанка арест средств должника приставами может быть произведен только по решению суда, после рассмотрения иска о взыскании задолженности. Если ее величина значительна, то исполнительный лист о взыскании долга будет направлен работодателю-должника для ежемесячного удержания. Определенные суммы из заработка. Оставшимися на карточке деньгами гражданин может распоряжаться по своему усмотрению. Какие счеты могут арестовать? ФЗРФ об исполнительном производстве определяет полный перечень счетов, на которые может накладываться блокировка, карту для перечисления, заработные платы, пенсионных выплат, стипендии и прочих денежных поступлений, все депозиты и вклады должника, любые виды инвестиций и ценных бумаг. Арест карты Сбербанк. Возможен ли арест карты судебными приставами без уведомления? Важно! В обязанности судебных исполнителей не входит предварительное уведомление должника о предстоящем аресте банковского пластика. Зачастую гражданин узнает об этом после снятия определенной суммы задолженности. Но самому закрытию карты судебными приставами без уведомления предшествует ряд событий. Перед подачей иска о взыскании задолженности. Через суд физическое или юридическое лицо, предоставившее должнику финансовые средства, услуги и прочее, должно предпринять попытки. До судебного урегулирования проблемы путем звонков, устных и письменных уведомлений. При отсутствии реакции от должника кредитор вправе. Истребовать долг через суд, который примет решение в пользу последнего. Если ответчик не погашает задолженность в добровольном порядке. То судебные исполнители отправляют запросы во все банковские учреждения, которые обязаны предоставить информацию обо всех имеющихся. Счетах у должника в самый короткий период. На основании исполнительного листа судебные приставы рекомендуют сотрудникам банка заблокировать. Все счеты должника для снятия денег на полную либо частичную ликвидацию задолженности. Как узнать, есть ли арест на счетах Сбербанка? Для того, чтобы проверить арест счета в банке, можно использовать интернет. На телефон должника придет СМС, извещение об арестованном счете с информацией о. его номере, сумме списания и остатком денежных средств, основанием снятия денег, наименованием суда, номером исполнительного листа, ответственным судебным исполнителем с контактными данными. Используя номер исполнительного листа или иного документа из суда, обозначенного в сообщении, должник может получить полную информацию об имеющемся долге на сайте ФСПС. Для этого потребуется зайти на данный ресурс, кликнуть на раздел «Сервисы», затем «Банк данных исполнительных производств». Загрузится страница, на которой потребуется выбрать категорию «Поиска», «Физическое» или «Юридическое лицо», по номеру ИП или БИД, после, чего отобразятся поле для заполнения. После ввода необходимых данных и нажатия кнопки «Найти» загрузится информация по имеющимся задолженностям. Поиск информации по задолженности на сайте ФСПС. Также гражданин, имеющий авторизацию на портале Госуслуги, сможет посмотреть сведения о личных долгах на этом сервисе. Для этого следует найти на странице портала сервис «Судебная задолженность», кликнуть клавишу «Получить услугу», после чего загрузится результат запроса. Проверить арест в банке можно на интернет-сайте суда. В разделе «Исполнительных производств» потребуется обозначить необходимые сведения из СМС-сообщения, после чего пользователь может выяснить все интересующие вопросы. Что делать, если карту Сбербанка арестовали? После наложения судебными исполнителями ограничений на пластик в счет оплаты денежных обязательств гражданина может списаться значительная сумма, а иногда и весь остаток. Если ограничения наложены на зарплатную карту, то данные действия судебных исполнителей нельзя назвать законными. В таком случае следует немедленно обратиться в отделение ФСПС для снятия запрета на использование пластика. Обратите внимание, законодательство страны запрещает полностью лишать должника средств для существования. На основании статьи 138 ТК РФ сумма удержания из жалования гражданина не должна превышать 20%. Но при определенных случаях списывать могут и половину заработка, например при наличии нескольких исполнительных производств. То есть в распоряжении гражданина должно оставаться минимум 50% от жалования для обеспечения жизнедеятельности. Но в исключительных случаях приставам дозволено снимать до 70% от заработка, поэтому при обнаружении данного факта стоит основательно разобраться в законности действий представителей власти. Если на карту наложен арест, можно ли снять деньги? Если на банковский пластик либо любой другой накопительный счет наложено ограничение судебным решением, то снять наличные либо перевести. Хотя бы часть суммы на другой счет не получится. Никакие самостоятельные попытки разблокировки результата не дадут. Сделать это может только банк после получения соответствующего распоряжения от судебного исполнителя. Снятие денег. Как узнать, кто наложил арест на карту Сбербанка? Если на карточку наложен арест, Сбербанк должен предоставить должнику информацию о государственном ведомстве, инициировавшем данное мероприятие. Также гражданин может самостоятельно узнать необходимые сведения на официальном сайте ФСПС. После ввода личных данных гражданина загрузится страница с полным перечнем всех исполнительных производств с контактными данными судебных исполнителей. Также подобную информацию могут предоставить сотрудники Сбербанка после письменного запроса должника. Совет. Убедиться в законности предпринятых действий посредством изучения предоставленных специалистам бумаг. Для снятия ограничения потребуется составить заявление. В нем нужно будет указать, что на арестованную карточку перечисляется заработок должника, обозначить его величину и подтвердить это. Справка из бухгалтерской службы с места работы. В ней должны содержаться сведения о жаловании гражданина за последние полгода. После этого исполнитель может снять ограничения. При необходимости будет издано постановление об удержании из заработка должника, суммы для ликвидации имеющихся долгов. После передачи сведений в банковское учреждение все ограничения будут ликвидированы, и должник сможет снимать половину своего заработка. Оставшаяся часть будет перечисляться для погашения просроченных обязательств. Арест кредитной карты. Если специалисты ФСПС арестовали деньги на кредитной карте либо счет, куда поступают пособия на детей, то для снятия ограничений потребуется написать заявление с соответствующей просьбой. В нем потребуется обозначить целевое назначение счетов, незаконность предпринятых действий с приложением документальных доказательств. После подачи заявления арест будет снят на протяжении нескольких дней. Как узнать, сняли ли арест с карты Сбербанка приставы? Законодатели не определяют точного срока снятия ограничений на использование счетов после погашения задолженности, но в подавляющем. В большинстве случаев это происходит через 2-3 дня. Если по истечению обозначенного периода владелец счетов не получает к ним доступа, то необходимо сделать следующее. Поинтересоваться. У пристава о причине, по которой счеты еще не разблокированы. Возможно, сотрудник ведомства из-за большой нагрузки просто забыл это сделать. Еще одной причиной продолжающегося ограничения может быть ситуация, когда должник перечислил всю сумму задолженности, но оплата не. Прошла из-за ошибки при написании реквизитов счета зачисления. Если исполнители решений суда не причастны к продолжающемуся аресту, то потребуется обратиться в структуру, по инициативе которой. И стали накладывать ограничения. Может быть, у них отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие снять запрет на использование счетов. Обратите внимание. Если после полного погашения задолженности и истечения выше обозначенного периода гражданин не имеет доступа к своим счетам и картам. То потребуется предпринять данные шаги, так как не исключены обычные для нашего времени бюрократические проволочки либо простой человеческий фактор. В любом случае действовать для снятия ареста придется должнику. Следовательно, должник полностью может утратить доступ к своим сбережениям в случае их блокировки решением суда. Исключения могут составить лишь зарплатный, кредитный пластик и счеты для перечисления пособия на детей. Но и для получения полного либо частичного доступа к ним придется обращаться в отделение ФСПС.